Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет электрический триммер Kaliber ET1700WR+. Данный триммер, лично по моему мнению, один из самых удачных, то есть вообще проблем с ними никаких нет. Плюс стоит еще ременная передача, я посмотрел на ютубе, так особой информации по таким триммерам и нет. Давайте сделаем обзор. Начнем, как всегда, с комплектации. Поставляется триммер картонной коробки. Комплектуется триммерной головкой под стандартную, самую распространенную резьбу М10. Толщина лески, которая идет в комплекте 1,6 мм. Я бы рекомендовал ставить леску 2,4 мм. Пластмассовым защитным кожухом. Нож для среза лески идет отдельно, придется прикручивать самому. Также в комплектацию входит трехлопастной нож с посадкой на 25,4 мм. Ремешок. Ремешок сам простенький, через плечо. Шестигранный ключ и свечной ключ, Который служит для откручивания и закручивания гайки на редукторе. Штанга у данного триммера разборная, то есть состоит из двух частей. Соединительный адаптер металлический. На 7 зубов. Рукоятка у триммера велосипедная, то есть как у бензиновых триммеров. Крепление рукоятки такое же, как на бензиновых косилках. Выключатель у триммера с предохранителем от случайного нажатия. Сетевой шнур короткий, длинный он здесь и не нужен, все равно лентель подключать. Ну и по характеристикам. Триммер на полтора киловатта, по числу оборотов 10 тысяч оборотов в минуту. Внешний обзор сделали, теперь будем его разбирать. На корпусе 11 винтов. И также разберем ручку. 4 винта. Раскручиваем. Раскрутили, скрываем. Вот она вся незатейливая конструкция. Двигатель, штанга и ременная передача. Теперь сейчас достанем все внутренности. Снимем двигатель, он крепится на двух винтах. И все детали будут покрупнее. Вот он двигатель покрупнее. Сейчас мы его разберем. Но для начала снимем щетки с одной стороны и с другой стороны. Снимаются они просто. Пластиночка вот здесь вот давливается. И вытаскивается щетка. Также и с другой стороны. Вот они угольные щетки. Щетки на пружинке. Толщина 7, ширина 11, высота 17 мм. Да, друзья, забыл про такой момент сказать. Это косилка с плавным пуском. Вот оно. Теперь будем доставать якорь. Открутим здесь два винта. И открутим вот эту гайку. Эта гайка сидит на резьбовом клее. Откручиваем. Открутили и подбиваем, вытаскиваем якорь. Вытащили. Вот он якорь покрупнее. На конце якоря стоит стулочка. Сзади нее стоит 608 подшипник. Здесь тоже стоит подшипник. Но чтобы его снять, нужно будет выпрессовать вот этот ведомый шкив. Но этого я делать не буду, так как косилка новая мне еще и продавать. Здесь подшипник стоит 609. Вот он ремешок, который девается на ведомый шкив. Ремешок 213 на 3М. Зубчатый. А вот он статор. Статор тоже не бронированный. Также в косилках это не нужно. Обыкновенный статор есть. То есть ничего особенного нет. Еще что хотелось бы отметить. Вот эти вещи, якорь-статор, у калибра можно заказывать по отдельности. Это очень большая редкость. В основном, практически у всех производителей, вот эти движки, то есть якорь-статор идут в сборе. Стоимость якоря розница где-то полторы тысячи, статора где-то в районе тысячи рублей. Ну и выключатель. Выключатель обыкновенный, китайский. То есть аналогов таких очень много. На выходном валу напрессованы два подшипника. Первый 6200, а второй 608. И ведомый шкив. Со шкивами оговорка вышла. Это ведомый шкив. А на якоре стоит ведущий. Ну и все это дело соединено металлическим адаптером. Как и в средине штанги. Теперь взглянем на редуктор. Ну и редуктор. Такой тяжелый, массивный. Тоже на 7 зубьев. На редукторе даже надпись есть. Japan. Типа сделано в Японии. Китайцы, видать, для нас стараются. Плюс этого редуктора, что он стандартный. Можно найти его в любом сервисном центре. В начале редуктора стоит подшипник 6200. А внизу 6002. Общий обзор. И основные узлы я вам показал. Теперь это все будем собирать. Собрали. Проверяем. Все работает. И сейчас пару слов об этой косилке. Начнем с недостатка. Что мне не понравилось? Мне не понравился вот этот ремешок. Ну неудобно. То есть обыкновенный такой вот ремешок. Почему бы не положить вот такой вот. Благо такой ремешок можно отдельно купить. Они продаются. Что еще мне понравилось? Мне понравилась вот эта катушка. Катушка это самая дешевая, которая есть. Ее цена розничная. Рубля 250-300. На сезон может быть хватит. Потом она разлетится. Из плюсов, что могу сказать. Это ременная передача. У вас екарь здесь не оближет. Но максимум ремешок порвется. Который можно будет купить. Также в косилке есть плавный пуск. Также есть вот такая вот рукоятка велосипедная. Это очень удобно. Я считаю это главное ее достоинство. Ну это так как по мне. Что касаемо разборной штанги. Там некоторые говорят, что она там практически сразу поломается. Ну может быть лет через пять она поломается. Может быть через семь. Но очень удобно. Когда вы в машине ее перевозите. То есть не надо ее в салон тащить. Вы ее разобрали, в багажник положили и поехали. Ну и цена. Цена на нее просто шикарная. 4300 кажется минимум. Или 4500 по интернету. Вот здесь я без преувеличения скажу. Положаю руку на сердце. Это самый лучший электрический триммер. Который бы я продавал. Вообще за все время. Именно из бюджетных таких вот моделей. Реально. Честно. Ни разу не приносили его ко мне. Не по гарантии. И не просто в ремонт. Единственное два раза человек приходил. Два человека приходило. Покупали ремешки. Да. Еще забыл. Забыл сказать про достоинство. То что якорь, статор. Здесь можно купить отдельно. Если когда-то на вас поломается. То есть это можно взять отдельно. На Элитех. На Чемпион. Как правило это все идет вместе. То есть весь двигатель идет в сборе. И стоит он как бы денег нормально. А здесь можно взять по отдельности. Всем кому понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.